компания airbus планирует запустить электросамолеты которые будут вмещать уже 100 человек 40 процентов мирового населения страдает от дефицита питьевой воды например люди многие в азиатских странах едят насекомых например в таиланде здравствуйте мои дорогие друзья мы с вами находимся в португалии в лиссабоне на площади plaza de commercio и знаете почему мы здесь мы приехали с вами на web summit это самое крупное технологическое мероприятие в европе web summit проводится ежегодно с 2009 года это мероприятие привлекает ведущие компании политиков стартапы людей которые заинтересованы в технологиях со всего мира первые пять лет мероприятие проводилось в дублине с 2016 года web summit переехал в лиссабон в первый год конференцию посетила всего лишь 400 человек в прошлом году web summit посетила 70 тысяч человек в 2018 году web summit и правительство португалии заключила договор на 10 лет 10 лет web summit будет проходить здесь в лиссабоне за то что веб summit будет проходить именно здесь правительство португалии платит веб-саммиту 11 миллионов евро ежегодно считается что веб-саммит сможет повысить экономику португалии улучшить экономику португалии потому что огло огромный наплыв туристов огромный наплыв людей которые посещают веб-саммит происходит здесь в ноябре каждый год по оценкам правительство каждый год веб-саммит приносит 300 млн евро городу. Друзья, мы с вами находимся возле Алтин арены в Лиссабоне. И именно здесь сегодня будет проходить веб-саммит. Мы с вами посетим сцену Tech&Planet. Поехали! Друзья, мы с вами в Лиссабоне и я хочу рассказать вам о веб-саммите. Итак, вчера я посетила веб-саммит Planet Tech. И если честно, я сгораю от нетерпения поделиться с вами всей той информацией, которую я получила на веб-саммите. Итак, начнем по порядку. Всего было 13 выступлений. Я даже сделала себе записи, которыми я с вами сейчас поделюсь. Итак, первая тема была «Самолеты или поезда? Как мы можем устойчиво путешествовать?». Выступающая Сандра Бур-Шефер, руководитель Airbus Group. Она рассказывала о том, как возможно перестроить авиацию и сделать ее более экологичной. Рассказывала о проектах Airbus, которые уже существуют сейчас. Конечно же, основной фокус был на том, что авиация все еще не является устойчивой в плане эмиссин СО2. И необходимо изобретать новые способы перелетов. И сейчас увеличивается количество людей, которые путешествуют. И, соответственно, увеличиваются выбросы. Сейчас компания работает над гибридом, который планируется запустить уже в 2021 году. Он будет вмещать небольшое количество людей и летать не на большие расстояния. Мощность его батареи будет 2 мегаватта. И, как я уже и говорила, он будет создан для небольших перелетов. Журналист задала очень интересный вопрос Сандре. Нужны ли нам такие самолеты, которые... Окей, это электросамолет, но он летает на небольшие расстояния. Но на расстоянии 100 километров мы можем путешествовать даже с помощью поездов. На что Сандра ответила, что, в принципе, она не может давать советы, как путешествовать, естественно. Но в будущем компания Airbus планирует запустить электросамолеты, которые будут вмещать уже 100 человек и летать на более длительные дистанции. Планируется запуск первого электросамолета вместимостью 100 человек в 2030 году. К 2050 году в авиации планируется прорыв и снижение эмиссии СО2 на 50%. Но, как мы знаем, существуют планы уже к 2050 году свести выбросы СО2 к нулю. Таким образом, авиация не вписывается в эти эко-планы. Вы знаете, я сама очень много летаю и понимаю о том, что каждый полет увеличивает мой углеродный след. Сейчас есть достаточно много ресурсов, куда вы можете зайти, рассчитать свой углеродный след. Рассчитать углеродный след, вызванный вашим полетом в зависимости от дистанции, в зависимости от типа самолета, в зависимости от класса, которым вы летите. И вам предлагают на эту сумму посадить деревья. Вы переводите деньги и компания это делает для вас. Зависит от дистанции, обычно это сумма буквально в несколько долларов, но таким образом мы снижаем наш углеродный след, вызванный перелетами. Вторая тема была очень интересная и вопрос звучал так. Ожидают ли нас войны из-за воды в будущем? Говорили о том, что в принципе выступающие сразу вынесли несколько таких огромных, наверное, дюжину галлонов воды и установили их на сцену. И сказали, что в принципе в среднем человек в США использует в день все эти галлоны воды. Это было 340 литров воды. Много было интересных фактов, таких как 40% мирового населения страдает от дефицита питьевой воды. Проблема нехватки пресной воды с 20 века рассматривается как основная глобальная проблема современности. Есть 3 основные проблемы, которые связаны с питьевой водой. Это первая, только 3 человека из 10 имеют доступ к действительно качественной питьевой воде. Вторая проблема, это плохо развитая инфраструктура. Третья проблема, около 20% людей просто не могут оплачивать счета, которые им приходят за воду. На данный момент уже существуют конфликты между государствами, связанные с нехваткой питьевой воды. Например, вооруженные конфликты в Африке, арабо-израильский конфликт и индо-пакистанский конфликт. Компания говорила о том, как технологии могут прийти нам на помощь в сохранении качества воды, улучшении инфраструктуры. Основное достижение и то, что они делают, интеллектуальные системы подключают к насосу. Таким образом, если где-либо есть утечка воды, об этом можно узнать незамедлительно. Поэтому компания имеет большой оптимизм и возлагает большие надежды на технологии. Но также в зал был задан вопрос, как мы считаем, зрители, действительно ли только технологии могут решить проблему питьевой воды. Либо также наши с вами отношения могут помочь решению этой проблемы. И, конечно же, практически все были согласны с тем, что да, технологии важны, но также мы должны изменить свое отношение к использованию водных ресурсов. Третья тема была изменение формы бизнеса для того, чтобы спасти планету. Спикером был генеральный директор португальских электросетей. В принципе, основной акцент он сделал на то, что сейчас бизнес должен как никогда объединяться. И даже конкуренция не должна мешать этому объединению радиоустойчивого развития. Он говорил о том, что их организация объединяет около 90 ведущих компаний в Португалии, которые являются активными приверженцами устойчивого развития. Говорил о том, что предприниматели должны быть, естественно, открыты ко всему новому для того, чтобы достичь заявленных целей по переходу на возобновляемые источники энергии. Также было заявлено, что именно энергетика является ядром экологической революции. Сейчас в Португалии около 70% электроэнергии поступает из возобновляемых источников энергии. В следующем десятилетии ожидается 100% энергии, поступающих из возобновляемых источников энергии, что звучит, конечно же, очень оптимистично. Сейчас газ является частью энергетического перехода в Португалии. Был сделан большой акцент на том, что политики чаще всего остаются позади изменений. То есть люди готовы к изменениям, бизнес, компании готовы к изменениям, и чаще всего именно политики тормозят эти изменения. И потому требуются наши активные действия, активное участие и давление на местные власти для того, чтобы прийти к позитивным переменам. Было сказано, что это действительно сейчас, по сути, является ответственностью каждого. Выбор более экологически чистой энергии, стимулирование местных властей к переходу на возобновляемые источники энергии. По сути, сейчас мы имеем последнее десятилетие, когда мы можем что-либо изменить, не увеличивая температуру планеты более чем на 2 градуса. И это время с 2020 по 2030 год. Следующая, четвертая тема – воля людей. Было два гостя из двух организаций. Первый гость – это Ванесса Райт, вице-президент группы Global Sustainability, и Диана Коэн, соучредитель и генеральный директор Коалиции по загрязнению пластика. Было очень много сказано о том, что каждый из нас может сделать, какие действия мы можем предпринять. Звучали очень оптимистичные слова о том, что если даже один подросток может изменить многое, какие же колоссальные изменения могут прийти в наше общество, если каждый человек возьмет на себя ответственность за изменения, которые необходимо сделать. Основной лозунг этой части был «Нам не нужно ждать изменений, нам нужно делать эти изменения». Был приведен прекрасный пример одной женщины из Австралии, которая предложила проводить один день без пластика. Это началось с одной стороны, и дальше это превратилось в международную акцию. Как я уже и говорила, было очень много сказано об индивидуальном ответственности каждого и о том, что по сути эти индивидуальные изменения, они приносят изменения в общество. Так как индивидуальные действия, они перерастают в движение. Важно начинать с собственных привычек, важно выбирать компании, которые устойчивы, которые экологически направлены, которые предпринимают какие-то шаги к изменениям. Следующая тема – это тарелки и планета. Как правильно кормить мир? Было два участника. Ван Дана Тилак – это генеральный директор фонда Акшая Патра. И Антуан Юбер – соучредитель и генеральный директор Ансекс. Инновационная агротехническая компания, которая специализируется на выращивании жуков и червей. Для производства высококачественных ингредиентов для корма животных. Организация Акшая занимается тем, что они кормят детей в Индии. Думаю, многие из вас знают о том, что это действительно острая проблема в Индии. Нехватка питания. Дети, которые вынуждены идти работать, не закончив школу, просто для того, чтобы заработать себе на еду. Компания Акшая кормит около 1% детей в Индии. Она говорила о том, что вегетарианство может быть выходом в ситуации, когда не хватает еды для всех. Так как занимаются большие пространства для выращивания животных и для выращивания кормов для животных. Поэтому необходим баланс. Нам нужно больше питаться растительной пищей, овощами, фруктами, небольшое количество рыбы и птицы. Было сказано, что в Индии около 3000 детей ежедневно умирает от голода. Можете себе представить эту цифру? 3000 детей ежедневно умирает от голода. Было предложено много разных вариантов изменения нашего питания. Некоторые из них звучат совершенно дико для нас, как, например, получение белка из насекомых, как это сейчас уже происходит. Например, люди многие в азиатских странах едят насекомых, например, в Таиланде. Также было сказано, что вертикальное земледелие может помочь в решении продовольственного кризиса. Кстати, о вертикальном земледелии вы можете посмотреть в этом видео. Экофермы на крыше во Франции. Следующая, шестая тема, это на переднем крае исчезновения. Участники поделились своим опытом сохранения и высаживания лесов в Африке и на Суматре. Первая участница Форвиза – это ведущий активист по защите окружающей среды на Суматре. Ее работа направлена на сохранение, защиту и восстановление экосистем. Второй участник Кристиан Кроу является генеральным директором Экосея, аэтической поисковой системы, которая использует доходы от рекламы для посадки деревьев в районах, пострадавших от облесения. Экосея на сегодняшний день посадила более 70 миллионов деревьев по всему миру. Говорили о том, что люди во многих регионах не понимают важности сохранения лесов, и они не всегда готовы воспринимать цифры о росте средних температур, о количестве углекислого газа в воздухе, но они прекрасно понимают, что изменения климата влияют на урожай. Было также сказано, что мы не учитываем экономические потери от вырубки лесов, экономические потери, которые несет регион. Это связано с нарушением водного баланса на этой территории, это связано с падением качества почв, и также участники поделились своим опытом, они сказали, что всякий раз, когда они высаживают деревья, они стараются объяснить местному населению, насколько это важно именно для них, чтобы местное население поддерживало эти территории, чтобы не допускало вырубку этих территорий, либо пожары. Седьмой доклад «Устойчивость начинается дома». Выступал Тун Бутен, генеральный директор ТАДА. Это немецкая компания, которая занимается климатом дома, климатом домов. Естественно, основной посыл был о том, что каждый из нас может что-то сделать. И действительно, наше влияние на климат и наше первое действие – это посмотреть на то, как влияет наша с вами деятельность, как наши дома, какой экологический след они несут. Естественно, нужно обращать внимание на то, какие источники энергии вы используете. Если вы можете использовать возобновляемые источники, это великолепно. Если вы не можете, вы используете общее питание, общую электросеть, которая есть в вашем регионе. Важно иногда просто напоминать властям о том, что нужно переходить на возобновляемые источники электроэнергии. Даже просто выключая отопление, когда мы выходим из дома, либо когда у нас открыты окна и двери, мы также существенно снижаем наш углеродный след. Один очень интересный факт. Если мы снижаем температуру отопления всего на 1 градус, энергозатраты снижаются на 5%. То есть мы можем снизить, использовать не 22, а 21 градус. И уже энергозатраты будут снижены на 5%. И после этого выступления начался обед, после которого нас ждала вторая часть. В следующем выпуске вы увидите вторую часть Web Summit Technoplanet. Подписывайтесь на мой канал, чтобы продолжать эко-путешествие вместе со мной. Пока-пока! Подписывайтесь на мой канал! Подписывайтесь на мой канал!